Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя серия видео уроков для начинающих садоводов и огородников. Сегодня я пришла обработать примулу весеннюю и хочу рассказать вам, что нужно нам обязательно сделать с примулой весной. Примула это многолетнее растение, очень морозостойкое. Одно из первых оно у нас появляется на участках. Но если вы начнете выращивать примулу, вам нужно знать несколько особенностей ее выращивания. Во-первых, она требует разделения куста часто. Она не будет так, как нарциссы, расти по 5 лет на одном месте или лилии. Она сильно загущается и если ее вовремя кустик не разделить, он может даже погибнуть. Вот я осенью, видите, вот эти посадки, я разделила большой маточный куст на много маленьких, молодых. Вот они у меня растут и из каждого этого маленького кустика я теперь могу на постоянное место посадить и будет настоящий взрослый куст этой примулы. Вот осенью я ее рассадила вместе с листьями. Все делают по-разному, некоторые обрезают лист перед зимовкой, но я где-то один раз прочитала, что вот эти вот старые листья вроде как дополнительным утеплением служат для нее. Так как я живу в Сибирском регионе, я решила все-таки оставлять ее с этими листьями и она у меня за счет этого не вымерзает. Видите, они как вроде покрыты, но весной, как только она растаивает, я все эти старые листья обрезаю. Отделить их от молодых очень просто. Видите, вот эта розетка новые листья, а вот эти лежат, которые без жизни, но это уже старые. После нашей сибирской зимы они, конечно, уже ей не нужны. И вот такая вот культурная розеточка у нас остается. Она сейчас очень быстро пойдет в рост. Я вот этот ряд сейчас весь так обрежу, освобожу, останутся одни эти. И немножко-немножко такое прорыхливание. Все, я больше ничего делать пока не буду. Потому что осенью, когда я высаживала вот эти маленькие кустики, я уже удобрение в виде перегноя все сюда внесла. Если у вас она растет на старом месте, там год или два, то весной обязательно нужно удобрить азотосодержащим. Это опять те же самые или мочевина, или селитра, или можно просто комплексное удобрение. Прорыхлите, почистите, удобрите и очень быстро оно у вас нарастит зеленую массу и образует куст с красивыми, яркими, весенними цветами. Вот это все, что нужно сделать рано-весной в первую очередь. Потом, если увидите, что куст у вас большой, я расскажу вам, как ее разделять. Все, до свидания.